Осталась такая наиболее радикальная, консолидированная часть. После мягкого проникновения во дворы, после вот этого чаепития, обсуждения, развешивания флагов, увидели, кто способен на поступок, консолидировались, подпитали, как всегда, денежными средствами, где-то наркотиками, где-то алкоголем, и они уже, получается, выходят на митинги. Вооруженные ножи, заточки, хорошие, подготовленные такие металлические и пруты, и дубинки, и флагштоки, на которых они носят флаги. Это такие хорошие металлические трубы, которыми, как в шестом получается, металлические. Если по голове, то и убить можно. И хорошие, сформированные команды боевичков. Вот мы сняли тут недавно целую команду. Тренер, белый-красно-белый, проникшийся вот этими всеми идеями цветной революции, что надо менять вот через такой вот, ну, радикальный путь, через баррикаду. Привел с собой 8 бойцов, которые должны были себя проявить там, нападать на милиционеров, на ОМОН. Ну, все они задержаны, все они дают признательные показания, на перебой рассказывают, как они готовились бороться с органами внутренних дел. А есть и другие бандиты, которые более креативные, которые у нас проходили и по линии экономики, которые незаконными способами привезли в Республику Беларусь сильно действующие, отравляющие вещества. По ним возбуждались уголовные дела. Для того, чтобы ему не отвечать, в конце концов, по закону, чтобы его не посадили, они пытались использовать отравляющие вещества и против ОМОНа, и против внутренних войск. У него была целая бригада высотников, они планировали там, где вот, скажем так, происходит встреча, распылить вот это сильно действующее вещество, которое опасно. Оно и взрывоопасно, и оно, получается, очень опасно при вдыхании. Радикализированные вот эти вот экстремисты, которые есть, которые пришли, которые в ранцах принесли, и бутылки с зажигательной смесью, которую они готовы использовать. Бандиты с пистолетами захватывали транспортные средства для того, чтобы потом развернуться и таранить боевые порядки ОМОНа. Чтобы были большие жертвы, чтобы было много крови в этой ситуации. Но они это все спихнут на органы правопорядка, что это милиция во всем виновата. Сейчас на улице остались только те, кто по-хорошему никогда не пойдет. Это уличные бандиты, которые сейчас перекрасились, и они хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей, подняться и стать, получается, или полевыми командирами, или депутатами, которым обещает щедро Тихановское всех наделить. Они хотят заработать деньги. Я видел все выборы, я видел все протестные массы, которые были и 2001 года, и 2006 года, и 2010 года, и 2015 года. Таких аморальных, циничных лиц, которые участвуют в этом движении, я никогда не встречал. Когда мы находимся на улице и мы поддерживаем порядок, идет давление. Мы идем резать ваши семьи, мы будем вас сжигать. Сейчас пишут женам, мы сделаем за своими детьми такой сюрприз, ты, говорит, будешь всю жизнь помнить. То есть такого уродства еще не было никогда. Мы их знаем все. До каждого придет свое время, когда надо будет его задержать с поличным и все ему это предъявить. Они сядут на большие сроки, они угрожают милицейским руководителям, людям, которые управляют страной, нормальным журналистам, нормальным спортсменам, которые не приняли их игру. Они не могут, получается, отработать свои деньги, и они вот в этой всей бешеной злобе где-то переходят к действиям. Уже сжигают машины, дома и так далее. Каждый нам из них известен. Любой, кто поднимет только руку с заточкой на сотрудников правоохранительных органов, по ним будет применено огнестрельное оружие. Солдаты цветной революции, замагары. По-настоящему настоящих мужиков, которые любят свою родину, их там нет. Лучшее их сравнение – организованные преступные группы по принципу 90-х годов. Одни стоят, перекрывают движение, боевики. Рядом их прикрывают молодежь. Как только вы хочешь их задерживать, боевики, они растворяются. Кричащие женщины, сумасшедшие абсолютно, корреспонденты. И снимают, что происходит. И выставляют, получается, сотрудников органов внутренних дел, которые деблокируют дорогу, расчищают, чтобы люди могли проехать домой, на работу. Проехала пожарная машина, скорая помощь, которая кому-то едет и кого-то она спасает. Они стоят, блокируют дорогу, они злорастуют, они показывают коллапс. Наверху боевики, которые заранее подготовили плитку, заранее ее разложили. И если, получается, туда сотрудники правоохранительных органов, без особой, скажем так, разведки, а прибудут для того, чтобы деблокировать, могут получить очень тяжелые травмы. И провокации такие были. Звонят и говорят, мы, семья сотрудников милиции, нас пришли и убивают. Поднимаемся туда, адрес ложный, там живут совершенно посторонние люди. Мы выходим оттуда, на голову летят заранее подготовленные кирпичи. Мы задерживаем, получается, тех, кто блокирует дороги. Мы забегаем во двор, потому что они стоят только, чтобы вот обозначены. А нам уже на голову начинают сыпаться оттуда и бутылки, и бутылки с зажигательной смесью, и камни приготовленные, и так далее. Это вот тоже же часть нашего народа. Но мы верим в гуманность закона, мы их задержим. Конечно, если они будут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, защитить простых людей, тех детей, которые растут, чтобы они не видели вот этой вот ханалии, не дадим им разрушить страну. Мы, конечно же, гуманно применим оружие по отношению к ним, в том числе и огнестрельное, и самых опасных, острокопытных. Мы с улиц уберем. Ни за кем из простых людей никто не бегает. Ведется наблюдение, идентификация лиц. Многие лица уже себя проявили на баррикадах 8-9 числа. Идет процесс на изъятие их из толпы и задержание. Но они специально делают так, что этими гражданами, которые есть в толпе, они ими прикрываются, они за них прячутся. Мы проявляем гуманизм. Это вы фашисты, а не мы фашисты. Поэтому если где-то происходит задержание, и оно кажется со стороны, что оно очень жесткое, на самом деле это не так. Сотрудники вынуждены применять физическую силу, но еще по-настоящему силу мы никому не применяли. Но по закону мы имеем право применять и боевые приемы, которые стоят на вооружении в органах внутренних дел, и весь спектр специальных средств, все виды нелетального оружия, а там, где нам оказывается сопротивление, где пытаются убить сотрудников органов внутренних дел, где пытаются всунуть заточку в спину сотруднику органов внутренних дел, мы будем применять оружие, огнестрельное оружие. В 90-е годы быстро навели порядок, быстро и сейчас наведем порядок. Но отличие бандитов в 90-е годы от бандитов нынешнего времени, вы знаете, там с моралью было получше. Те бандиты такого не делали. Те бандиты были мужиками. А здесь, когда посмотришь вот на эту толпу, которая идет, еще увидишь там эти флаги ЛГБД, которые вот там вот вместе с белокрасно-белыми флагами развиваются, усомневаешься. И все ответят по закону. И не милиция первая проявила силу, милиция отвечала. Но когда на улице завязывается драка, или ты, или тебя. Но мы защищаем государство, мы защищаем свою территорию, мы защищаем свою родину. Бренд спокойствия, безопасности, которым гордится наша страна.